Здравствуйте, еще раз. Первый вопрос. Инвесторы столкнулись с проблемой регистрации прав собственности, как по предварительным договорам, так и по имправу. Кто тут по документации будет? Вопрос к вам. Значит, первое. Получаем массовые призубынки регистрации по имправу с мотивацией. Системная папка выложена с нарушением требований пункта 77. Просьба как-то эту ситуацию? Оказывается, у нас масса не только по вашему дому, а везде. Почему получается так? Потому что мотариусы, мы же сами вносим системную папку, мы подаем на все дела мотариуса. Мотариусы вносят в один раздел, регистрационная, упорно, не хочет открывать этот раздел, утверждает, что надо привязывать к земле. Земли привязать не можем, почему? Потому что мы не ввладим всей земли, для того, чтобы привязать к земле, надо зарегистрировать землю. Те люди, у кого есть документы на землю, они отказываются их от регистрационной или визгра земли, потому что так они за собой не будут. Это рэпхост? Да. И поэтому мы обходим это, делим путем, даем просто копии. То есть, ну, копии все вы дать не можете, так как... Да, ну все. А что делать? Все дать не можете, так как регистратор просит знеособленный список инвесторин. Да, я вам. Да. Ну, вот эта новая архитектура, которую мы... Результат прошлых... Раньше мы... Да, у нас просто те же СНАПы не принимали такую форму, они отказываются. То есть, мы сейчас вроде и подъедрили, и сказали, что вы извините. Полный список мы давали на манер. Нет, это понятно. Закон просчитывал. Здравствуйте. Ну, это понятно. Вот поэтому сейчас проверили, что такое форма есть. Да. Такое мы начали получать. Посмотрим на результат, пройдет он или нет. Хорошо, спасибо. С первым закончили. Второй. По предварительным договорам. Когда КГС зарегистрировал на себя 90 дней, обязан передать инвестору в течение 90 дней. Сейчас инвесторы столкнулись с тем, что этим вопросом занимается только один человек, который постоянно на больничном. Какой человек на больничном? Она вообще этим не занимается. Кто занимается? Почему нельзя связаться? Смотрите, я объясню, что делает Катя Данилюк. Катя Данилюк делает вот такую таблицу, когда был подписан предварительный договор, когда зарегистрирована правособственность. Во-первых, это делает два человека. Но эти таблицы же сделаны, знаете, когда? Вот когда вы подписывали эти договора. Хорошо. Эта таблица, давным-давно передана в нотариальную контору. Поэтому Кате может и болеть до лета. То, что делает сейчас нотариальная контора, это никак не влияет, что Кати нет. Что делает контора? Контора сначала регистрирует право собственности. Потом мы заказали по вашему довидке про склад семьи, формы 3, которые вы все знаете. Только мы их получаем, тогда подписывается основной. Это мы все знаем. Вот эти все расчеты, нюансы, вы и так все лучше знаете. На этот месяц планируется, я просто не взяла количество, но там где-то 60 порядка подписания основных договоров. Поэтому есть, Катя, нет. Эта таблица давным-давно сделана. У кого можно узнать информацию о том, есть ли квартира в этом периоде? Я тоже хочу найти квартиру. Смотрите, давайте я сейчас запишу фамилии. Или мы спустимся на первый этаж. У нас есть список квартир, по которым мы заказали формы 3. Вот и все. Мы можем получить этот список? Если мы заказали формы 3, мы сразу же передаем информацию нотариальная контора, формирует свои дела с учетом того, когда будет эта довидка, что потом не прошел срок, но она же тоже действует определенное время, чтобы не заказывать второй раз. И именно по Буховской администрации нет вопроса. Мы разделяем, чтобы физически это и успеть. Это раз. Во-вторых, не все вовремя провели расчеты, поэтому позже чуть-чуть зарегистрировали право собственности. И оно, я точно знаю, месяц-два все вопросы закроются, но только по тем квартирам, где есть уже довидки про стопроцентную оплату. У нас есть этот список. Начали же это оформлять еще в ноябре месяце. Конечно. Уже как бы, уже январь заканчивается. Смотрите, нотариус зарегистрировал право собственности в декабре. Хорошо. 13 декабря первое. Заказали справки. Так, месяц на справку. Теперь должны справку получить. Ну, месяц на справку. Нотариус формирует в реестре свои дела. Ну, мы с 15-го числа начали только, вы знаете, что у нас были выходные. Можно получить контактную информацию, у кого инвестор может узнать ситуацию дел по своей квартире? Вы сейчас мне говорите номера квартир. Инвесторов много. У нас тут 5 человек. У кого смогли приехать. Так, и мы можем вам дать список по квартирам, где мы... Если можете дать бесправлю. Ну, я просто не буду выкладывать же это в интернет. Не надо. Вы просто скажете номера. Там, 1, 2, 5, 8. И мы скажем. Вы можете на чью-то почту, на чьей-то Viber, либо распечатать, кому-то передать. В любом виде. Вам же эта масса звонков будет следовать. Смотрите, я вам даю информацию, по каким квартирам мы заказали доведки. Понятно. Дальше нотариус, еще раз повторяюсь, с учетом своего времени формирует, когда подписываются основные договора. Очень часто, во-первых, когда нотариус набирает, люди отказываются, потому что там есть оплата со стороны покупателя. Очень часто, когда она уже отвела время, он должен был прийти, он пришел, сказал, извините, а точно суммы всей нет, я ушел. Но это другой вопрос, потому что при основном вы несете некоторые вытраты. Поэтому, когда нотариус вас назначит, извините, я конкретную дату сказать не могу, потому что это только она свои дела формирует. Я вам скажу, по каким квартирам мы забираем доведки. Просто до нотариуса инвесторы еще не дошли, чтобы столкнуться с такой ситуацией. Где мы заказали доведки, я вам скажу, по каждой квартире. У нас это все ведется в таблину. А остальные доведки уже забрали. В какой способ мы это получим, давайте, чтобы мы не зацеплялись. Дайте мне контактное лицо мобильное. Запишите, пожалуйста. Наташа, пишите. 0,96, 227. И вы будете набирать, и Наташа, будете следить. 7,0, 7,0. Олег, или вайбер, или обменяемся почтой, я ожидаю. Вы набираете, и говорите, по какой квартире. Давайте приблизительно и без проблем мы это сможем сказать. Набираем куда? Наташу, я сказала. С Наташей выменяйтесь с контактами. А если мы здесь, то внизу где можно посмотреть. Вы сейчас спуститесь, подойдете, да. Скажите сразу номера квартир, я пойду, посмотрим это все в таблицах, вам скажем. Дальше, третий вопрос. На выходные с домов ушла оправа. Внезапно, как горловно, можем так сказать. Я бы сказала так, как только мы сказали, что мы идем на встречу, оправа ушла. Вот так это произошло. Чтобы вы понимали, из-за вот этой ситуации с невозможностью зарегистрировать право собственности, квартиры на данный момент в 70% находятся на КГС. Собственник КГС. Ему сейчас плачуем КГС. Вот сейчас там, сейчас разворуют, поснимают. Кто будет мистер, 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 мистер. Почему охрана ушла? Их ты не работаешь. Дерево мало. Дом, что идет охрана, мы с вами разговаривали с летом. Да. Но конкретной даты не было. Я же послушал, вы послушали. Вы прекрасно знали, что когда-то это закончится. Много раз мы переносили эту дату. Потом я вам сказал, ну до Нового года и все. Потом после Нового года прошло еще и наконец это все наступило. Никто из вас не изъявил, скажем так, какую-то инициативу. Или кто это должен делать? Взять свою охрану, мы об этом говорили. Это охрана, которая занималась охраной этого дома, одного и второго. Ну вы же понимаете, оно же не сыпется с ним. Мы понимаем, да. Это она охрана оплачиваемая. Эти деньги и так передержали, эти затраты, их просто списывать уже некуда. Поэтому она ушла. Вы, пожалуйста, полное право имеете. Почему мы были согласны на Новый год, условно? Потому что мы все рассчитывали, что к этому времени мы получим право собственности. Естественно, будем отвечать за свою собственность. Задумываться вопросом охраны и как защитить свою собственность. Но на данный момент мы видим, что мы еще минимум три месяца права собственности иметь не будем. Вы, как я вам сказал, так как мы уже друг друга очень давно знаем, да, вас все. Вы эту собственность купили. Правильно. Вы денежку за нее заплатили. Поэтому вы заинтересованы в охране. Мы заинтересованы. Понимаете, тут легко парировать, потому что мы тогда вернемся в маю 16-го года, когда должен был дом быть готов, а не 17-го года. Нет, ну, вы понимаете, это же можно философствовать до бесконечности. Хорошо, нам что делать? Что нам делать в этой ситуации? Ее пока эту охрану не снимешь, вы же все равно этим не занимаетесь и не хотите... Понимаете, подписали урор с охраной. Надо быть хотя бы собственником имущества. Это неправильно. Ну как, а с кем? А с кем заключать договор? От имени кого? А вот где Жек? А где Жек? Вы знаете, в моем доме Жек тоже не поставил ограну. Мы сейчас обсуждаем об Уховской 137-139. Не надо другие дома. Стоит домофон, стоит 750 гривен в весе. Пожалуйста, давайте без других домов. Мы сейчас обсуждаем 137-139. Мы сейчас платим Жек электричество по гривне 68. Вы говорите, что мы собственники, как бы, наших квартир. Но на самом деле мы должны платить нам много денег. Я вам сейчас скажу номера квартир. Вы посмотрите, заказали демонстрацию. На 70 гривен получается разница. Это на 100 киловатт? На 100 киловатт, да. А представьте, что в электрическом доме совсем не 100 киловатт. Нет, ну вам же дается только, всем дается только на 100 киловатт. Да, только мы не можем заключить прямые договора. Это стоит 70 гривен. Мы не можем заключить прямые договоры. Немного тариф на счет. 70 гривен. Понятно. Можно я вас сейчас перебью? Скажите номера квартир, потому что на следующий месяц, на февраль, 50 договоров. Будет заказано 50 справок. В этом месяце еще 10, еще до конца месяца. Давайте индивидуально кто хочет, после встречи назовет квартиры. Пока идет в третью, чтобы человек не ушел на встречу, я вам скажу. Это 139, 155. 139, там Буховская, 139. А Буховская, 139, квартира 132, и 111. Вернусь на секундочку назад. Регистантовые просят договорчатской участи, датированный 0.9.10.2012. То, что нам дают, датировано 10.10.2012. У нас есть письмо, объяснение, договор подписан не нами. Это был институт рыбного восподарства. У них есть разница. Так сейчас мы дадим. У них есть разница дата подписания и дата. Этот, во-первых, это письмо есть в системной папке. Если бы кто-то хоть заходил с регистратора и смотрел, они просто с вас что-то требовали. Вы понимаете, что мы не можем получить доступ к регистраторам? Мы понимаем, во-первых, что из вас требуют, а мы, в принципе, не против вам дать. Об этом письме мы узнаем только вот сейчас. Спасибо, что мы говорим. Это ошибка, но не ошибка. У них дата подписания, дата вступления в действие разные. Вот и все. Все, спасибо. Поэтому вот письмо отдали, вопрос закрыли. Скажите, вы, на самом деле, в 2017 году, я приходила в три ладжевого восприятия. Первый раз мы его дали через паспорт, и список у нас там, где я одна. И, слушай, ну, там, я пришла, что не догадула, сколько процентов. То есть это четыре бумажки. Потом я иду, сдаю выездок, и опять перечень. То есть я жду какой-то там, сколько, неделю, четыре. Опять перечень. Опять перечень. Другие перечень, и опять перечень. Потом я опять перечень. Все, дали вы, можете, не сразу перечень. Люди, которые вам дают документы, вы сразу говорили, что вы будете в снах идти? Или вы говорили в снах? Да, конечно, говорили. Мы же идем туда с призупымкой, то есть уже понятно, что вы снах идете. Я уже самый первый раз. Да. Сейф там очень много, здесь в квартире все документы. Поэтому, если вы даете подарю и суд, для него это не надо. Так и есть, потому что вас прозапуныло из-за того, что нет наличия документов, которые они указывают. И вы должны прийти и принести именно то, чего они сказали, не хватает. Ну, даже логично, как вы знаете, то, чего не хватает еще, но они об этом не написали. Чтобы уже не было вопросов. Так, на самом деле, все внесено в реестр. Это мы понимаем. Если бы они ответили, хотя бы раздел, они бы его увидели. Ну, вот написано, что тут 12 с помощью нет. Тут, по-видимому, пункту 77. Девушка-то, потому что, смотрите, я сама сдавала не раз регистратору документы. Каждый из них, сидя на отдельных столах, говорят и думает по-разному. К сожалению, не все из них компетентные. К глубокому сожалению. Но я понимаю, что вы ничего не сделаете, ругаться, ну что будете? Мы не можем с ними поругаться. Вам только выход прийти к нам поругаться, взять у нас документы. Мы ругаться приходим. Но на самом деле мы же не против их дать. Мы не ругаемся, мы пытаемся решить ситуацию. Не все, потому что готовы, ЦНАПы и нотариус, если бы пошли к нотариусу, он бы вообще от этого, зашел бы в реестр и даже у вас не просил. И все государственные регистраторы, как и все остальные. Чему он может видеть, и для него это достаточно, а для других не достаточно. Поймите, в уголе сделайте сам. Сохранно, я все-таки возвращаюсь. Ну, извините, если к вам еще вопросы есть, давайте я отвечу, у меня там просто видишь будет. По документам все, спасибо. Акт приема передачи квартиры, тут еще я вижу третьим пунктом, но до не акта приема передачи квартиры по старым договорам. То есть, если у кого-то в старом договоре не написано, что должен быть отдельный акт приема передачи квартиры, мы делаем. Сейчас мы от этой формы как бы ушли, но мы делаем старую форму и на руки выдаем. Если у кого-то будут требовать регистрационный пункт, то просто как бы нет. Понял, спасибо. Но второй раз уже не требовали. Только сенсосином. Если у вас все, что в решении написано в актазе или при запринене, мы все эти документы вам даем. Действительно, сенсосином. Доктор Ильич, давайте вернемся до акт. Давайте. У нас нет статьи расходов для охранять зданные дома. У нас охрана ставится и осуществляет охрану объектов незавершенного бюджетства. Ну, а квартиры по документам на ком? Ну, разберемся мы с теми. Это все философия. Вы имеете в виду вашу квартиру, которая еще типа не ваша? Да, да, все правильно. Они это имеют. Надуманный вопрос, я вам говорю честно и откровенно свое мнение. Эти квартиры ваши. Наши там квартиры, это те, которые не проданы, если они там такие и есть. Вот это наши еще. А все остальное? Ну, хорошо. А ваши как охраняться вовремя? А ваши как охраняться вовремя? За это отвечает ЖЭЦ. Это же наша ответственность. За это отвечает ЖЭЦ. Почему вы не хотите пойти на предложение Сластенок? Какое? Консервскую. Он... Я в час дня с ним разговаривал. Он говорит, что они предлагали вам поставить консервскую, поставить консервскую. Послушайте, пожалуйста, на каких условиях они это предлагали сделать. Что мы их найдем и мы будем заниматься вопросом сбора с них денег. Ну, все дома собирают деньги на консервскую. А зачем ЖЭЦ тогда? Нет, слушайте, ну это дешевле, по крайней мере. По Киеву, по Киеву затрат, затрат в квартплату содержания консервской. Вообще не в ходе. ЖЭЦ может заключить с ними ДУР? Почему? Зачем нам ЖЭЦ? Я расскажу, почему. Можно я расскажу? ЖЭЦ когда-то просто работала в этой сфере. Сейчас, я расскажу. Имеет определенную статью затрат. И те затраты он может... По те затраты он может заключать... ЖЭЦ отказался. Давайте я расскажу, почему отказался. Потому что есть такое понятие тариф и складовий тариф. Ну, что я говорю. Вот в складовий тариф есть четко написано, что сюда входит. Там вывод сметя, прибирание снигу, проводинковую территорию. Консьерж складовий тариф не входит. Если он будет брать за это с вас деньги, получается, он незаконно берет деньги, он должен с вами подписать отдельные договора. Он тогда должен подписать, найти отдельно консьержную вот эту службу. Подписать с ними. И подписать с каждым. Добсовершенно. Именно с каждым. Или даже лучше отдельный договор. Потому что вы платите коммуналку, а тогда лучше по норму. ЖЭЦ же не хочет, что это деньги. А вопрос, потому что надо 100% собрать ваше согласие. Кто-то захочет, а там 20 квартир скажет, а мне это не надо. И получается, ЖЭЦ сам должен оплачивать вот эту службу. Поэтому действительно в городе Киева практика, что именно консьержи платят только собственники. Я еще, честно, сама не встречала дома. Но только это такие дома, где подписывают договор нестандартный, а делают там такие там изысканные, где входят там и покупают вазоны в коридоры. У них там все расписано. И, конечно, у них там и консьержи, и ресепшн, и все другое. Дома, которые чуть ниже уровня, среднего уровня, консьержи всегда платят просто сами жильцы. Алик Витальевич, по трансформатору, что было сделано? Изменилась ли ситуация вообще? Как обстоят дела? Сделано было. То, что у нас... Нам рекомендовала организация, которая проводила... Но, насколько я еще не знаю, я туда заеду обязательно. Но, насколько мне люди звонили, да, что-то эффект... На один день. Я вчера была в квартире на... Тогда вообще бы ничего не было. Поэтому я хочу построить сауну. Я была вчера на третьем этаже, и действительно, когда вы проводите с работы, и выключался, вот у нас каждый час тюрьмень выключался свет, на какое-то там 5 минут, 10 минут, они там что-то делали. Люди сказали, что все иная ночь прошла тихо. Вот странно. Но это было однажды. И дальше пошло то же самое. В таком случае, что вот обесшумку вот поменяли, как бы за ночь она опять расстошалась. Вот, и по стране, это то же самое, как было. Мы очень хуже, спасибо, что мы определили, что выбегало и все автоматы, и все... Это уже повторно. Это да, это не первый раз уже. А с этим будем разбираться дальше. А Гарант Электро так и не передал вам, да? Все, трансформатор и Киев Энерго. То есть не закончил, акты не подписаны. Все, значит, передал или не передал. Ну, пока мы передадим у властниц Киев Энерго, у нас с ними договор оперативного обслуживания. Да. Поэтому ваши трансформаторные кабельные линии обслуживают за Киев Энерго, а мы платим им деньги за это. Киев Энерго или Гарант Электро? Киев Энерго. Киев Энерго. СВП, Киевские электрические мережи, ПАД Киев Энерго. Гарант Энерго не занимается эксплуатацией. Подключить дом по постоянной сфере, перед этим, перед перечень документов, один из этих документов, это договор оперативно-технического обслуживания. Если бы этот договор мы не заключили, вся бы цепочка эта рухнула. То есть у нас, Николай Александрович, все правильно говорит, есть договор на оперативно-техническое обслуживание. Мы платим Киев Энерго деньги. Пока и параллельно передаем им. Вот когда закончим передачу, и деньги перестанем платить. Но весь этот период, это трансформаторное, находится у него на обслуживании. То есть по любым вопросам уже выезжает Киев Энерго. Не гарантов. Нет, не гарантов. То есть он смонтировал и на этом закончил. Совершенно верно. То есть если кто-то скажет, что мы что-то не приняли, есть договор, они обязаны по этому договору устранять, если там что-либо возникло. По вопросу тех условий по воде. Извините, можно я спрошу к департаменту продаж. Есть еще вопросы? Ну, кроме квартир, вы спуститесь в отдел по работе с инвесторами. Первый этаж. Квартиры я записала. И сразу же по этим квартирам мы вам дадим информацию. Хорошо. Есть еще какие-то вопросы? На первом этаже сразу же. Вот Наталья, да. А я сейчас сразу же узнаю по этим квартирам. Еще есть к нам вопросы? Нет. Все, тогда спасибо. Спасибо вам. Давайте тогда мы подняемся. До свидания. Чару на воду. Ну, здесь немножко нет. Чару на воду есть. Нет актовыполнения. Ну, не знаю. У нас как бы есть вот по последней информации, ну, она еще как бы мы делаем так, чтобы она была официально с печати и так далее, чтобы вам предоставить. Есть как бы информация, пока не сильно официально, о том, что вы что-то там не доделали. Поэтому, как бы, нет этой бумажки, поэтому у нас все с тобой нужно. Мы подожим запрос в пудере, вот ждем ответ. Будет ответ на следующий сетей, что мы не ставим. Хорошо. Расскажите нам, что с водой, когда нам ее ждать? Горячую воду, когда ждать? Нет. По горячей воде... Горячая вода и холодная вода, они не связаны. Я знаю, они разные. Они не связаны. По отоплению горячей воды мы все выполнили. Все выполнили технические условия. Мы в сентябре месяце получили акт при выполнении технических умов. И, по-моему, чтобы у вас текла горячая вода, вы должны решить вопрос с ЖЭКом. С ЖЭКом должны решить вопрос. ЖЭК заключил с Киевэнерго согласно закону провыконавцем послуг, заключил договор про співпрацю. То есть этот договор позволяет вам заключать прямые договора с Киевэнерго и на отоплении, и на горячую воду. Но для того, чтобы заключить прямой договор, Киевэнерго должны попломбировать вам счетчики. Право властности, что тормозит, да. Да, и счетчики. Поэтому, насколько департамент продаж, вы видите, он пытается решить, это как можно быстрее. Как только он решит вопросы право властности, у вас идеальная ситуация. Вы сразу же можете заключить прямые договоры на отопление и горячую воду. Пожалуйста, включайте. А холодная вода тогда? Холодная вода, сейчас там корректируется проектная документация по 400-ке. И не к дому вашему. К дому все, что проводено, соответствует проектной документации. Технически выполнено все. И там за... Километр труда. Да, за километр. В вашем доме подавно все выполнено, и те навязки тоже выполнены. На сегодняшний день, скажем так, работа с документами. Там корректировка проекта определенная. Сколько она по времени будет занимать? Ну, на жаль, мы не корректируем другую службу, корректируем. Ну, я так себе прикидываю, что, я думаю, до конца месяца они решат вопрос этой корректировки. И за февраль месяц оформится акт техприемки. Хорошо. После оформления акта техприемки... Я потепли спрошу. Вот тут, ну, мы живем вот сейчас в 17-м доме, отопление нормальное. Делали там, поменяли. То не очень. На зеленом, честно, 15-й вот этаж у нас, холодильник. Вот я вам честно говорю. На тройку, если выключаешь на тройку, вообще батарею... Они даже в оранжевом, холодные, не просто везли. Нет, тут я вчера, кстати... Это сложался и внутренний. Второй контур, все, что идет выше 12-го, и сажа, там кошмар. Но температура у вас в помещении? 19, 20, 18. Это же нормативная... Ну, разговариваю, с платирующей организацией, да, то, что вы обращаете, подборительные коррекции, колл-центры и так далее. Я сейчас разговариваю, с платирующей. Вы были согласны... И вот вчера там газетов было, в том числе какая-то самая температура. Температура должна быть у нас для угловых помещений 18 градусов, которые замеряются на высоте 1 метр от пола посередине помещения. И поэтому платиру... Мы даем эту температуру... Жень, все-таки есть вопросы по... Режим. Или оплата не производится с температурой помещения ниже 4-го. Подождите, но... По зеленому дом. Счетчик-то у нас мотает, или теплую воду. А мы платим как горячую, это 10 градусов. Это по документам первые. Да, это по документам первые. Если... Ну, то, что на верхнем этаже, на верхних этажах холодно. Если в том доме заедет. Если в том доме вроде бы как все в порядке... Ну, в принципе, да. А в зеленом доме у нас холодно. Ну, надо регулировать. Ну, все, давайте дальше. Потому что заедет... Он мне сегодня говорил, что кислород вообще все хорошо. Она теплая. Смотрите, отопление в помещении независимо от температуры батареи. Давайте... Хорошо. Вот пока нет бумажек. Кто платит за воду? Потому что есть информация, что платите вы. Конечно. Ну, какой платный? Нет сумм еще платить. Вы платите. Да, просто так же. А потом платежки не прибыли. Прибыли. Как же? Вы потом будете... То есть, идет отмывание денег. В два раза будут платить вы. И вы. И вы. Ну, какое здесь отмывание денег, девчата? Вы скажете... Поэтому спрашиваем систему. Вы скажете спасибо. Заходная компания вместе с инподрядчиком. В цена, что он занимает. Нет, ну, смотрите. Вы заплатите за воду. Учитывая... И мы заплатим за воду. С суммой в два раза. А мы с ЖЭКом истребуем... А вы нам сможете потом протокольте, что он вам эти деньги вернул? Какой-то. Ну, потому что вот есть у нас уже... Вы сначала дождитесь той платежки, понимаете? Нет, ну... Вы сколько в доме живете? Ну, в 20. Ну, и до этого еще ремонт было. Ну, там даже 15 кубов. Мы экономим. Не-не, я к тому, что никто не выставил брать и ее дождем. Холодная вода, если вы читали вчерашнюю воду, стоит 18,50 кубов. Нет, холодная вода. Ну, вот, кто читает вчера, уже не порвался. Да, кто вот за это платил? Огробут инвертик. Им подрядчик. Но ведь оно же на вашем счетчике. Сегодня вода подается по домам. На вашем счете? Мы хотим прележать при коммунизме. Платить вручную 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 вручную. Им подрядчик. Ну, по счетчику вы будете платить. Ну, по счетчику вы будете платить. Смотрите, вы сейчас как бы так задерживаете наше право оттолковать и оплачивать холодную воду. Мы задерживаем. Значит, мы тему не организовываем. Смотрите, право не хватает, что когда получим акт их приемки, и ЖЭК заключит договор с водоканалом, а вы заключите это, все зафиксируются эти показания. Если, да, Укрбутинвест, как будивельная организация, платит по будивельному тарифу. Вы население. Никто с вас по будивельному тарифу, я уверен, не будет брать деньги. Никто не будет брать деньги с вас по будивельному тарифу. С вас возьмут деньги по показаниям счетчиков по тарифу для населения. А разницу эту, разницу эту, это я же говорю, что Хоббина и компания, это так, меценатством это занимается, учитывая такую вот остановку. Вот как рассказывают, если вы говорите, холодная вода будет в три раза дороже, почему мы не можем заплатить по нормальной, старой цене, будем платить через там два месяца. Кто же сказал, что она в три раза дороже будет? Вот сказать, что будет дороже. Да ну, нет, это не мы стали, это... Марина Викторовна не в водоканале работает, она в Киевострой работает, поэтому... Я читаю волшую информацию в газете, если люди считают... Марина Викторовна, не надо эти информации. Мы... Кто с вас, деньги... По старым ценам будет платить, как им была. Конечно, какая цена есть сегодня, по такой цене не будет. Если будет сегодня рубель она стоит, вот вам выставили за рубель. Если завтра будет три везде, естественно, вам выставят за рубель. А мы заплатим тогда по пять, и этих два... Это наши убытки. Ну вот смотрите, я еще хочу сказать вашим домам. У вас мастер, я вот бываю в вашем доме, мастер, несколько раз я заставала в доме, кто находит, снимает показания по счетчику. Поэтому в счетчике у вас стоят... Вы заплатите. Нет, я спрашиваю, он же убит и... Вы каждый, ну чтобы еще быть грамотнее в этом вопросе, я вам подсказал. Вот у вас заказчик, закончится январь месяц, вы инициативная группа, да? Возьмите, снимите показания все, с ЖЭКом подпишите эти показания. И тариф в составке АКШ. Вот сегодня вы брали воду по тарифу такому-то. В феврале месяце мы не решим вопрос, вы в феврале это сделаете. Это надо было делать в декабре. То есть каждый месяц это... Право, Олег Витальевич, если на конец, ну каждый день будет водоканал это поднимать, вы каждый день будете тиксировать свой тариф. Спасибо за информацию. Я хочу вам сказать, что я, например, была свидетелем, когда мастер вашего дома ходит и снимает показатели в последний день месяца. 30-го ноября она снимала. Смотрите, какие вы инициативные, какие все мастеры у вас есть на доме. Понимаете, я, например, мастер развеет, я не знаю, откуда они взяли показания, это совсем не то, что я их передавала. Вот, да, вот весь... Я вам хочу сказать, что мои сотрудники, да, сидят и все платят, и платят вот это сейчас дистанционно. Киев Энерго ругаются по три дня, потому что дают одни показатели, а приходят другие. У каждого сейчас личный кабинет, и все проплачивают. И с Киев Энерго там очень много проблем. Я вам скажу, вот у нас есть в доме несколько людей, которые заключили прямые договора, у кого есть право властности. С ними проблем нет, и есть проблемы у всех, у кого его нет. Вот как показала практика. У всех, кто заключил прямые договора, у них все показатели сходятся, и номера счетчиков. Все, у кого нет права властности. Вот я заходила, я согласилась в личном кабинете, мне уже пришла платежка. Жек без моего согласия передал туда личные данные и так далее. Это другой вопрос. Жеку не важно. Важно то, что ни номер счетчика, ни показания не сходятся. Вообще. То есть я теперь специально не плачу, потому что я сейчас заплачу. Мне потом скажут, подожди, это был тот счетчик. Плати теперь заново за этот счетчик. Я держу права властности, потом вот всю сумму, общечку, он придется платить в КИКНР. По-другому не важно, как бороться. Вот у меня была ситуация по одной квартире, что когда подключились отопления, у меня не работал шокер. Понятно, что никто не должен прикосноваться, потому что там ставил мастер с Киево встроя. И они все у меня, у меня вообще там было целое шоу. Среди этого, они сказали, я тебе Киево встрою, и вы, я вам не этот, мы вам не выдавали, вам не давал Киево встрою. А сейчас вот у нас даже соседи, они просто их получили на руки, но они их тут не ставят. Какого они состояния? Счетчики на отопление? Так мы должны выставить по среднему тарифу, теперь по городу Киеву за квадратный метр. У меня была отопление, а я поставил ее мастеру Славик, это мастер. Ну а потом что случилось? А он не работал, а потом что? Ничего, ЖЭК пришел другие отопления. Нет, потом он не просто ЖЭК вырубил отопление, я даже, честно говоря, не знаю, что. Потом Киево сказал, обращайтесь с Киево встрою, я говорю, ждите. В общем, начало шоу, стандарт, звоните на этот, на горячей, на замене. А когда не работал, все хорошо было, вас устраивало? Что, что? Когда у вас счетчик не читал, я не знаю. Ну сейчас, работаю счетчик. Ага, поменяйте. А я хожу к своему счетчику и смотрю, как это у меня счетчик. Давайте не будем нагадать, за копейной лошади. Сейчас у вас работает счетчик. Нет, я просто... Такая ситуация, возьмите. Я стал не давал в Киево встрою. Если получится обращаться к вам, она меня послала к вам. Вот, что идите в Киево встрою и требуйте у них... Смотрите. Если это будет за вас встрою, да, что счетчик у меня больше. Зачем будет меня? Я вот просто... Значит, просто люди могут столкнуться с этим. Ну заявление вы должны писать. В ЖЭК, что у вас сломался счетчик. Они саккумулируют эти все... Ну почему у нас? Это не наш ЖЭК. Не, они рисуют. У них, у них, не у вас. Вот вам посидите, поболакат. Давайте конструктивируем. Нам цену наше время, поэтому... Правильно. Поэтому давайте... Вопрос-ответ. Если счетчик не работает, чей он должен быть заменен? Нами, как... Вам. Да, только информация эта должна идти через ЖЭК. Вы должны ЖЭКу дать заявку, написать, скажу, что у вас не работает. Они, по-моему, эти все соберут, нам предоставят, мы разберемся. В чем? Потому что его так с кармана не достанешь. То есть, это... Есть поставщик, который их поставил. Мы ему заплатили, тому поставщику, денег. Теперь нам надо как-то это все открутить в обратном порядке. То же самое касается и воды холодной? То же самое касается и воды холодной. Значит, к воде обращается, значит, февраль месяц максимум. Очень постараемся. Ну, да. Очень постараемся. Ориентируемся на конец февраля все-таки получить акт этих приемов. Только не будет, а потом у нас сразу какие-то и водоканал. Получим акт этих приемов, что ЖЭК заключит договор. Ну, еще надо месяц брать, что ЖЭК поработает с водоканалом на доключение договора. Галерея, которая обещалась в октябре месяце переехать, чтобы выгониться 11 этаж. И галерея 18 уже стоит. Уже газоблоками заложили. 11, наверное, хороших. Где галерея? Мы не можем не объезжать. Мы за ипрыбуденкову платим, а у нас половины ее нет. Реально. Есть такая проблема. Скажу вам к концу недели, когда она будет. Ее разобрать разобрали там, где она стояла. Мы знаем. Мы следим. Мы следим. Отвечу, когда она будет стоять. Хорошо. Когда уберется зеленый вагончик, там должны стоять по проекту мусорные баки. Сейчас мусорные баки стоят везде, только не там. На торговке, да. Которой и так нет. Да, у нас и так драка за парковку. А что у нас там зеленого вагончики? У нас по-настоящему. Отдел по работе в Сильвее. Это свободная будочка, где была охрана. Она свободная. Хорошо. Мы его уберем. Переставим туда на стройку. Ну, вот там, где сидел Жек, у нас же есть отдельная местная консьержа и есть маленькая. Значит, а может Наташа быть, я думаю, что... Нет, ну Наташа может приехать на стройку, но будет ли вам это удобно? Она перейдет на соседний обед. Нам это будет удобно. Это нам будет очень удобно. Я вам скажу, что по последней информации остались квартиры только РФКО. Нет, это уже получили РФКО. Короче, мы его уберем. Да, уберите, пожалуйста. Все, землячей забрали и ушли. При домовых, кто будет закончен? Да, тогда будет закончена домовая. Вагончики, трамвайчики, кораблики, площадки и так далее. Часть. Здесь надо. Там еще и асфальт надо поселить. Да, да, вот поэтому. Да, да. Чистый асфальт. Чистовый. И то, и то, и то. Около домов мы его, ну, положим, висок. А основную вот эту дорогу делать сейчас люди, когда тут будет. Когда это будет? Когда это будет? Он будет готов к осени, однозначно. А люди заселятся, как не летом? Нет, заселятся они себе, когда заканчивают. Не, ну вот на ремонт. Я если про дорогу, ну, так, причем, это уже не те машины будут ездить. Вы имеете в виду, что будут со мной ездить, возить материалы на ремонт? Ну, что? Ну, это уже не те машины. Короче, это же не миксер. Да, саму дорогу мы в самом виде сделаем вместе с тем. Но не все, кстати, через нас не ездят. Значит, это осень. Ну, просто нет. Ну, начинали там мы ездить сюда. Сюда? Сейчас просто никто ее не будет делать, потому что зима. Ну, да. Посмотрим, если действительно мы сможем отсечь, что сюда не будут ездить ни большие грузные машины, ни к тому дому, тогда сделаем летом эту дорогу. Идем еще на этом закончится. Дорога, вот, чистый асфальт, это однозначно за нами будет. Ну, и по эти повыставлять, вот, и малые. Как раз так вот все. Как сады выставки? Да. Я думаю, что надо, что вот, ну, вот, то, что мы делаем, это перезарение. Может, это тоже к трансформатору? Я даже не знаю, к чему-то, может, это, может, городские перебои, я не знаю, я не буду брать где-то. Вы просто, вот, Николай Александрович вам сказал, и сказал святую правду, что этот трансформатор, он находится на обслуживании Кивэнергии. Поэтому, даже с этим вопросом, вы можете мне звонить, и они обязаны вам, во всяком случае, ответить. Не рассказывать, что это не мое, я не знаю, и так далее. Уже в сласти все время много. Да, почему, понимаете, мы же не знаем этой ситуации. Друзья, вы же поймите, все люди делятся 50 на 50, ответственные и безответственные. На жаль, на жаль, у вас попались мастера, может быть, из другой половины людей, понимаете? Поэтому, что-то, что-то, что-то. Там был закон через Дениска, сейчас через три месяца. Я вам советую, как человек, который 40 лет занимает эксплуатацией жилья, 40 лет. Хотя, я вам говорю, для того, чтобы создать УЗБ, вы вначале себе подберите хоть одного специалиста по эксплуатации жилья. И коммунального господа. Совершенно верно. Ну, можно хотя бы на среднем уровне, среднего уровня хотя бы. Хотя бы одного. Хотя бы, потому что, извините, вот эти вопросы, мы, я с вами, ну, мы с вами стали частью, то есть, а это, а вот когда вы приходили в прошлом году и сейчас, ну, извините, я вам прямо скажу, уровень ваших познаний, то, что мы вам рассказываем, остался на прежнем уровне. А мы ничего не звоним. Да. А, скажем, на прежнем, вы те же вопросы задаете, в любом случае, извините, так, как вы задавали летом. То же самое, понимаете? То есть, я понимаю, что вы не приобретаете опыта. Вы вот хотите ОСББ создать, я просто знаю, потому что вот у меня сынок в доме, остается ОСББ, которые тоже, вот они витали где-то там за облаками, ОСББ, ОСББ. Пришел человек, который там есть, создал ОСББ и выставил их на 80 тысяч, сразу подсчитал бюджет, только на фон заработной платы. 80 тысяч. И если у них фирма Дарница была, на которую все время жаловались, какая она плохая, и у нее было по 5 там чем-то, то теперь у них стало хорошо по 9, по 10. Теперь они опять все недовольны, понимаете? А уже сместить этого председателя ОСББ, понимаете? Потому что тот, кто взял, он не цепился, он знает, что он делает, он жилет с этого дома, но квартал он не пожилает 2 раза. Теперь они с ним борются за ту стоянку, которую он породил, поставил свой забор, подключил к дому, потому что дом платит за стоянку. А в доме 411 квартир, на стоянку умещается 60 машин. Теперь они там все грызутся, всем домом, друг с другом, кто встанет на ту стоянку, кто заплатит за ту слабалу, кто заплатит за электроэнергию, потому что председатель приезжает, включая свой электромобиль, в розетку, стоянку, заправляет свою машину. И там теперь вообще дурдом. Поэтому, знаете, это все хорошо, нужно, а потом, когда происходит ОСББ, мы ничего не рекомендуем. Это просто, ну, да, так и есть. Какие-то там человека вы имеете. Хотя есть, да. А я за это имею в виду. Я рекомендовать никому не рекомендую в кадре, потому что сегодня-сегодня рекомендовать кадр, это очень неблагодарное дело. А потом... У нас есть дом в мэрии один, который за 3 гривни умудряются эксплуатировать. Как они... Там есть ОСББ, есть председатель ОСББ, я ее знаю. Мой вам совет, что есть ЖЭК, и пусть он это... И пусть он это... Главное, надо с ним найти, вот, или Гитарий, или его... ЖЭК, не на святитель, судьбой, да. Да, кстати, я имею в виду, что там компетентные люди, это же самое, как вы сейчас говорите. Нет. Я не знаю, я не верю, может, у вас никак не... Ну, они уже хоть чуть-чуть что-то... Они уже хоть чуть-чуть что-то... Ну, уже, да, они... Вы понимаете, все учатся на себе, но нельзя... У нас в ЖЭКе нет ни сайтехника, ни электрика. Если какие-то нюансы приходят, либо этот... Ну, не важно, наши... Ну, короче, да. Да, либо, да, свои, да, кто умеет, либо вот стройки вызывают... А это должно делать сайты... Ну, вы слушаете Кучеренко по телевизору, да, экс-министра ЖЭКа Хачус? Он же там рассказывает, разжевывает каждый день, что такое геройчая компания, что такое эксплуатация будинка, что хорошо, что плохо и так далее. Там, не знаю, он постоянно сидит на том телевизоре, рассказывает про вот эти законы, про ЖКХ, про ОСББ, про оплату, про то, про все, про пятое-десятое. Постоянно, да, и все говорят, что дело утопающих, дело самих утопающих. Люди, дорогие, вы прекрасно понимаете, что это первый год, вы трактируете, да, чтобы на следующую изъю вы переплатили. Нет, она ходит, снимает показатели. Поэтому мы должны что, добиться от вот, ну, я, например, не ругаемся, так говорю. Я, конечно, скажу, говорю, сколько у вас стоит счетчиков тепла в квартирах? Она говорит, не знаю, кто знает, подрядчик, разлушайте. Ну, вы же будете представлять, почему подрядчик вот тот наш знает, а вы не знаете, а я не знаю. Ну, не знаю, да. Там бывает, и не нравится, но ее почему-то уже. Ну, да, тоже. Ну, да, сегодня они в этом не знают. Там была какая-то куча из тех отношений. Ну, да, тоже все время ругалась, я не знаю, да, тоже постоянно скандалы были. Не знаю, честно. Понимаете, Жен должен быть заинтересован в каком-нибудь сохранности дома, он в этом вообще не заинтересован. Я говорю, банально, мы, ну, да, сейчас консьержками занимаемся на мыть. Мы сейчас ходим по квартирам, да, выбрали охрану, это полностью. Выходишь утром, уборщица не может попасть в эту, там, не в эту, как же, не сидит какая-то, этот, не может даже взять швабру и верить, потому что нету ключей. Ключи были у охраны. Лидия не работает, не вышла в понедельник. Лидии нету, лифты не работают, ни один лифт не работает. Просто, света нету. Спрашивали, почему он должен включаться автоматически в 4 вечера. И у него темнота. Это капец, это жесть. Понимаете, каждый дом индивидуальный. Если взять, например, там дом, ну, на Коперника, там каждый этаж поставил дверь. Мы с вами в этаже, понимаете, для того, чтобы сохранить счетчик. У нас стоит электронный замок, у нас стоит... Потому что счетчик сохранить, это тоже проблема. У меня тоже головная боль, я тоже вот хожу и думаю, вдруг у меня счетчик украдет. Который стоит в коридоре. Ну, кроме счетчиков, есть еще батареи в общих. И общие батареи. Доводчики даже снимают. Доводчики, все, что хочешь, снимают. А то же скинулись, поцепили камеру. На входе. Вот она сидит, у нее тут монитор. Я забыл ключи, я не нажимаю на кнопку, она меня и так увидела. Шелк, открыла дверь. Но это за гроши, за свои гроши. Это никто не делает. Конечно. Он живет, но правильно вы сказали, что не все, не все. Вот мой муж с вами ходили, к каждому стучали, собрали пять тысяч. Что такое пять тысяч? Это ничего. Это ничего. Вот они живет. Каждый квартир. Ну что делать? У нас ЖЭК пригласил в форум, поставили вот этот домофон. В одних домах за домофоном. У нас сказали, будет квитанцию, 7-50 будет месяц приходить за вот этот ключ. Электронный замок, Мара. Домофона нету, да? Нет. У нас по проекту идет электронный замок один и три этих чипа, скажем так, к нему. Все. Больше мы ничего не делаем. Хорошо. Теперь нам надо ставить домофоном, либо эту снимать, либо ставить еще один. Куда? Ну туда же, я не знала. Вот поставьте на подъезде сколько дверей? Верный. Вот поставьте на внутреннюю, и он сохраннее будет, этот домофон. Ну хотя нет, да, связь должна быть снаружи. Ну мы сейчас платили 300 гривен с квартирой. А поменять остальные ключи. Можно элементарно. Ну мы тоже не делаем. А например, вот этот чип один в домофон? Нет. Три на все. Три на все. Вот три чипа на замок. Пожарная безопасность еще. У нас вот в Оранжевом доме каждый день горит пожар на шестовую ТЗ. Вот он не пропадает. Не знаю. Сделали, передали ЖЭКу это действительно передали. Ну где-то сбой идет, но должен кто-то... Так никто этим не занимается. Ну так там, ну я согласен. Специалистов опять ЖЭКи нет. Да, да. ЖЭКи нет. ЖЭКи нет. ЖЭКи нет. ЖЭКи не будет специалистов. Они должны вызвать ключи. Вот подскажите, к кому нам обращаться, на кого бить? Потому что мы с вот-на-то с интернетом, что если он берет там взятки в больших крупных размерах и так дальше, и допускает интернет. Я когда-то у меня такая мулька была, чтобы пропустить провайдера, вот это серьезно, это вот я была, этот чувак стоит, ругается. Кто там дает тебе взятки? Ну вот, заряд, вы знаете, такое есть. Есть произведение, я когда-то увлекался у Чехова, вот, и там мама из обедневших дворян говорит сыну мне, ты бы, Ванечка, хоть взятки брал. Он мне отвечает, да я бы брал маманя, да не дают мне это. Нет, просто я столкнулась. Кто ему даст эту взятку, за что мне, вы че? Чтобы зайти в дом с интернетом, серьезно, я ишла вечером с работы, и стоит какой-то мужик, стоит мужик ругается, а я, ну, видишь, что я пошла проверять этот ящик. Он говорит, вы тут живете? Да. Он говорит, у вас интернета не будет, я говорю классно, на каком основании? Ну вот, типа, я представитель занета, типа, мы вот перепродавали интернет с анету, который у вас, теперь мы с ними разорвали договор, все было без интернета, а нас не запускают. Я говорю, классно, почему вас не запускают? Спасибо вам большое, друзья. А это вопросы в джеку. Я говорю, конкретно, кому? Как, кого? К Сластену Максиму Анатольевну. Он очень большие взятки хочет, чтобы мы сюда зашли. Ну, скажи, Паша, мы же не знаем. Самое интересное. Понимаете? Ну, вы же тоже, ну, вы же, вы же, вы же все грабы, при чем здесь властет, договора с интернет-компанией заключаете вы индивидуальные. Так нету, чтобы зайти провести эти трубы, ну, не трубы, камеля, короче. Там трубы заложены все в них. Камеля надо допустить. Приведите компанию, позаключайте с ними договора. Мы этим тоже занимаемся. И поставьте ковид фактов. Сам факт, что... Ключи от щитков по квартирных у кого? У вас? И у нас, и у джека. У вас есть? У нас есть. Вот все каналы проходят там. Я знаю. Ну, так о чем мы говорим? Меня уже испортили. Я уже за свои деньги поменял автомат. Мне уже не подпишут сейчас киев-энерго договор. Почему? Потому что эти дебилы, которые сделали вот для нашего квартиры этот ящик с интернетом, каждый день там лазят и подключают в квартиры. Эти идиоты каким-то макаром взяли один мой провод из этого щитка и кинули на железную трубу. Он какой-то там, не знаю, поработал и тут поголился. Как я не взялась за железку и меня не убило током, я не знаю. У меня автомат так бахнул, когда я его включила. Этим дебилам кто-то платит деньги. Вот, кто-то платит. Вы же платят. Понимаете? С ними жильцы заключают договора. Ну, а больше нет альтернативы. Жаль никого не пускает. По их словах. Понимаете? Короче, в итоге автомат мы поменяли и он вызвали мы аварийку. В итоге непонятно, какой вообще электрик приехал. Какой-то вообще такой стрёмный. Я тебе клемничек повешу, девочка. Изолентой замотал и уехал. Я говорю, ты что, прикалываешься? Не, ну ты понимаешь, чтобы это тебе провод поменять, мне надо всю эту коробку разобрать. Я говорю, классно, а он мне что делать? Не знаю, развернулся и ушел. Понимаете? Печальность всей картины. Так печально, что можно кончиться. Ну, все-таки двор у вас хороший. Я вот так бываю. Мусор вы там не наваливаете. А клэши не пей. Да, да. И я, и рыбалка там. И бит из окна.